В большинстве регионов России наблюдаются угрозы с мая по сентябрь. Стихийное явление может возникнуть внезапно и застать человека на улице врасплох. На открытой местности шансов встретиться с молнией гораздо больше. Электрический разряд чаще всего попадает в одиноко возвышающийся объект. Это может быть дерево или человек. Поэтому, если оказались во время грозы в лесу, садимся под низкорослое дерево или куст. То же самое делаем в городе, если укрыться негде. Зонт во время грозы лучше сложить, потому что он может сработать, как антенна и притянуть к себе молнию. Это связано с тем, что зонт частично сделан из металла, который, в свою очередь, хорошо проводит электрический ток. И это не излишняя осторожность. Внимание, кадры реальные. Украшения, серьги, пояса, браслеты, кольца лучше снять. Кроме того, стоит избавиться от ключей в кармане. Старайтесь избегать антенн, линии электропередач и металлических ограждений. Также сотрудники МЧС предупреждают разговаривать по мобильному телефону во время грозы. Плохая идея. Желательно отключить гаджет, пока молния не обойдет стороной. Если гроза застала вас в автомобиле, специалисты советуют его не покидать. Переждать грозу лучше внутри, закрыв окна и опустив антенну радиоприемника. При наличии мотоцикла или велосипеда стоит положить их в сторону и отойти на 20-30 метров. Лучшее укрытие все же это какое-либо строение – магазин, аптека или подъезд. Поэтому старайтесь как можно быстрее спрятаться в здании. Правила безопасности при грозе напомнили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.